Программа TS-Lab может одновременно работать со множеством брокеров и бирж. Если вы еще не подключались к каким-либо поставщикам данных, то в вашем случае таблица менеджера подключений будет пуста. Среди поставщиков данных могут быть поставщики, дающие исторические данные котировок и не позволяющие торговать, то есть в прямом смысле поставщики данных, которые являются серверами истории. В программе есть отдельный класс поставщиков, основанных на текстовых данных и текстовых данных в формате CSV. В следующем ролике рассмотрим их детально. В данном ролике рассматривается подключение поставщика данных IQFeed и некоторая информация об исторических данных. Прежде чем создавать поставщика данных в программе, необходимо выполнить регистрацию на сайте IQFeed. Об этом действует много видео и инструкций в интернете, но собственно кроме большого количества вопросов-вопросники ничего сложного там нет. И здесь рассматривать не будем. Я предполагаю, что логин и пароль IQFeed клиент у вас уже есть. Чтобы создать поставщика данных, то есть чтобы он появился в таблице менеджера подключения, нужно нажать на кнопку добавить. IQFeed дает не только историю, но и котировки в режиме реального времени. Выбираем данные онлайн. Даем название. Название может быть любым. И находим в списке нужного поставщика данных. Здесь нужно отметить, что в этот список поставщики данных могут попасть только с помощью программистов TS Lab и команды тестирования. Поэтому если у вас есть вопросы по какому-то поставщику данных или брокеру, считайте, что нет именно вашего брокера и это плохо, пожалуйста обращайтесь в службу поддержки TS Lab с предложениями по улучшению программы. Настройка поставщика данных IQFeed очень проста. Все предустановлено. Достаточно ввести логин и пароль и может быть выбрать уровень логирования поставщика данных. Это логирование именно поставщика. Логирование самой программы TS Lab не настраивается и всегда включено. При выключенном логировании служба поддержки IQFeed в ответственный момент не сможет разобрать ситуацию. Если поставщик данных подключается к серверу и работает пару-тройку дней, то скорее всего он и будет продолжать работать без проблем. Самые частые проблемные ситуации. Это использование копипаст, при котором может попасть пробел в строку с логином или паролем. Данная ситуация возможна при самом первом подключении. Как правило брокер или поставщик исторических данных выдаст сообщение о проблемах пары логин-пароль. Для решения проблемы достаточно проверить отсутствие пробелов в конце или в начале строки. Вторая частая проблема это интернет. Выводится сообщение о потере связи. Но в данном случае проблема может быть и на стороне поставщика данных. Путь до логов. При необходимости измените на нужную папку. Поставщик данных создан. Нажимаю кнопку подключить и получаю ошибку. Посмотрим, что пишет. Есть один момент. Некоторые программы брокеров и поставщиков данных TESLAB не устанавливает. Так как возможных поставщиков данных очень много. А будет ли использовать их пользователь неизвестно. В данном случае сообщение гласит, что нужно загрузить и установить программу компании IQFeed. В других случаях может быть просто написано, что не найдено какое-то программное обеспечение. Это будет лишь означать, что вы не открывали документацию программы и что имеет смысл ее открыть на странице нужного коннектора поставщика данных и сделать все согласно инструкции. Установка IQFeed клиента проста. Пробуем подключиться. IQFeed клиент настраивать не нужно. Программа автоматически заполнит логин и пароль, указанные в настройке поставщика данных. Подключение прошло и теперь нам доступны история и текущие котировки тех рынков, на которые вы подписались в кабинете на сайте IQFeed. В настоящий момент программа не запрашивает ключ к этому коннектору для подключения. Однако в будущем такой ключ необходимо будет где-то брать. Ключ берется на сайте TSLAB PRO для англоязычных пользователей или TSLAB.RU для русскоязычных пользователей. На обоих сайтах есть вход в личный кабинет. Регистрация стандартна. В будущем, возможно, появится двухфакторная система безопасности с кодовым доступом по SMS. После регистрации нужно подтвердить свой e-mail. В личном кабинете можно приобрести ключ к коннекторам, которые указаны в табличке поставщиков данных в программе. Выбрав поставщика данных, внимательно прочитайте, какой именно логин нужно использовать для создания ключа. Но даже если вы ошиблись, ничего страшного нет. Обратитесь в службу поддержки, вам обязательно помогут. После оплаты или бесплатного получения ключ будет доступен в личном кабинете на этой странице и придет оповещение, на указанное при регистрации почту. Если вам необходимо подключить поставщика данных, который есть в программе, но его нет в личном кабинете, обратитесь в службу поддержки. Скорее всего, по данному поставщику данных еще ведутся работы и можно принять участие в бета-тестировании. В личном кабинете есть возможность подключения демо для некоторых коннекторов. Здесь нужно сделать оговорку, что демо-версия ключа ничем не отличается от боевого, кроме ограничения времени работы ключа. Скорее всего, название в личном кабинете изменится в будущем на что-то более правильное, например, тестовый доступ или нечто похожее. То есть, если брокер дает доступ к демо-серверам или по-другому, игровым серверам, тестовым серверам, то у нас вы можете подключить и демо-сервер, и реальный сервер данного брокера, используя это окошко для демо-подключения. То есть, в данном случае понятие демо относится к программе, а не серверам брокера. Повторюсь, что ограничений никаких нет, кроме времени действия ключа. В этом списке в будущем появится и IQFeed. Непосредственно в данный момент для IQFeed ключ не требуется. Данный поставщик исторических данных, IQFeed, является и поставщиком данных текущих котировок, поэтому его можно использовать не только как отдельного поставщика исторических данных, но и как вспомогательного поставщика данных для других брокеров, не имеющих развитой инфраструктуры и имеющих ограничения на закачку данных. Например, в настройках поставщика данных для Interactive Brokers есть дополнительная настройка «Альтернативный поставщик данных», как раз для этих случаев и служит. Для того, чтобы в настройке IB появилась возможность выбора альтернативного поставщика данных, его просто нужно создать. В настоящий момент такими поставщиками данных в программе TSLAB могут быть IQFeed и NetInvestor. Для поставщика данных можно настроить расписание подключения к серверу. Теперь о самих данных. Откройте простой график, вид, график, правой кнопкой на графике, свойства. Немного о поиске инструментов и их закачке. На биржах очень много инструментов, и некоторые брокеры не предоставляют списки инструментов. Из-за технологии подключения, например, для Interactive Brokers, невозможно подписаться на инструмент по API-TVS, без выставления заявки и снятия заявки по инструменту в самой программе ТВС. Проблемы могут быть такими, например, чтобы получить индексные данные по валютам, необходимо выставить заявки на рынке Форекс. То есть сначала выставляется заявка ТВС, снимается, потом этот инструмент ищется с помощью специального функционала в настройках поставщика данных. В других поставщиках данных изначально список инструментов тоже может быть пуст, если вы первый раз подключились, в целях экономии ресурсов компьютера. Предполагается, что вы знаете наименование инструмента, и после выбора инструмента и определения, сколько вам необходимых котировок, выберите нужную дату закачки истории. Если выбрать дату, то имеющаяся история старше этой даты будет сохранена, а младшая перезаказана с сервера. Это в буквальном смысле означает, что кэш данного инструмента, накопленный с этой даты, будет стерт с компьютера и данные будут закачаны с сервера. Может так оказаться, что ваши данные, полученные в режиме реального времени, могут быть более полными, чем те данные, которые есть на сервере брокера. В предыдущем видео показывалось, какие папки используют программы и для чего. Повторюсь, что данные с котировками находятся в папках кэш и кэш-трейд, на одном уровне с папкой логов программы. Если вы первый раз качаете инструмент и вам, скорее всего, нужна вся история, снимаем все ограничения и нажимаем кнопку ОК. Теперь на графике правой кнопкой мышки и нажимаем кнопку Перезагрузить данные. После некоторого ожидания данные сервера будут закачаны. При подключенном поставщике и исключенной настройкой в свойства графика обновлять в режиме реального времени, график будет обновляться и иметь всю доступную историю. Для ограничения вывода истории на график, соответственно, можно использовать различные настройки в свойства графика дата от максимум баров, максимум дней. Необходимо это для того, чтобы ограничить использование оперативной памяти. Простой график это просто график, у него есть свой редактор, на график можно вывести индикаторы, создать алгоритмы для расчета чего-то и вывода на экран, но простой график не может стать в конечном счете торгующим роботом, агентом. Поэтому, если вам требуется оптимизация алгоритмов по следующим включениям автоматической торговли, собственно, для разработки торговой стратегии, имеет смысл открыть лабораторию скриптов, управление скриптами, создать новый скрипт и уже здесь вести свои разработки алгоритмов, имея исторические данные. Удачи!